Всем привет! В этом мастер-классе предлагаю с вами сделать еще одну брошь. Тут прям полюбила я создавать брошки, хотя раньше такой любви к ним не было. Сегодня у нас будет цветочная брошь с цветом морозника. Морозник будет у нас в необычных лиловых оттенках. Итак, с вами приступим. Основной оттенок, с которым я буду работать, это цернит number one, 941 номер. И уже к этому фиолетовому я буду подмешивать различные другие оттенки, например, черные, как рядышком лежит, и получать более темные или светлые оттенки. Итак, сейчас мы делаем пласт переходом цвета от темно-фиолетового, в который я добавила черный. Это сотый номер, цернит number one, и 941 номер в чистом виде. Сначала я раскатываю скалочкой, дальше уже с помощью пасты-машины делаю пласт переходом цвета. Вот такой вот пласт тонкий, до толщины в 1 мм я раскатала, у меня вот получился. И сейчас я вырезаю лепестки, но здесь важно, чтобы вы вырезали в том месте, где у вас идет переход цвета. То есть трость мы здесь не делаем, только пласт с переходом цвета, и лепесток должен начинаться от темно-фиолетового к светло-фиолетовому. Светло-фиолетовый это верхушка. Сейчас я перекладываю лепесток на ладошку, и стеком начинаю обрабатывать края, делать их максимально тонкими, при этом темное нижнее основание практически не вытягиваю стеком, не раскатывая. Дальше перекладываю наш лепесток вайнер. У меня вайнер это лепесток тюльпана, но он здесь неплохо, в принципе, сыграл свою роль и подходит для морозника. Придаем фактуру, откладываем в сторону, в общем, лепестки делаем все лепестки. А цветок у нас будет состоять из шести лепестков. Мы делаем подобным образом. Итак, у нас будет два цветка с вами. Один цветок крупный, поэтому лепестки постарайтесь где-то сделать хотя бы сантиметра по два высотой. И второй будет чуть-чуть поменьше, он даже будет такой полураскрытый. Поэтому лепестки постарайтесь сделать где-то полтора сантиметра высотой. Вот у меня уже по шесть лепестков налеплены. И чтобы у нас не было два цветка в броши, потому что многие из вас пишут, почему учетное количество цветов. Я, если честно, над этим не заморачиваюсь, но решила для вас сделать здесь еще один бутон. И бутон, конечно же, у нас будет с маленькими лепестками. И в бутоне мы лепестки раскатываем со стороны темного цвета. Светлый внизу, темный вверху, всего три лепестка. Сейчас я взяла тычинки. Если вы посмотрите морозник, у него центр цветка в огромном количестве тычина. Поэтому я здесь взяла вот два пучка, белые мелкие, и взяла салатовые чуть-чуть покрупнее. И как бы мелкий пучок белых тычинок оборачиваю салатовым пучком тычинок. И оборачиваю все это, как бы фиксирую внизу проволочкой 0,3 мм. Это обычная проволока для сборки бижутерии. Все это плотненько оборачиваю, концы прям приматываю надежно к стебельку. И еще беру потом тонкогубцы. И тонкогубцами все это зажимаю для того, чтобы у нас проволока держала тычинки. Потому что нам нужно ножничками сейчас хвостик лишний отрезать, прям под проволочкой. Берем кусочек пластики. Беру я темный цвет, потому что сердцевина цветка и начало лепестков у нас темная. Поэтому пускай серединка будет в цвет нижней части лепестка. Закрываю проволоку небольшим количеством темно-фиолетовой пластики. Прям очень небольшим, прям натягивая. Не делайте центр громоздким, крупным. Где-то, где у меня не дотягивается или видна проволока, я вот еще стеком помогаю, закрываю. Получается пластику натягиваю с помощью стека на те места, где проволока виднеется. Две сердцевинки нам таких нужны. И конечно же нужно будет придать изгиб каждому из лепестков, чтобы он принял форму лодочки. И делаем это на расслабленной ладони тем же стеком, которым мы раскатывали края. Сейчас у меня пластика темно-бордового цвета. Я ее сделаю из того же 941 номера, из кусочка черного, и добавила немножко красного оттенка, и получился вот такой вот цвет. Листочки вырезаю в произвольном размере. Нам нужны большие и маленькие. Дальше перекладываем их на ладошку, раскатываем и растягиваем боковые части, чтобы у нас край был максимально тонкий. Перекладываем в вайнер с фактурой листика. Я ссылочки на вайнер оставлю внизу в описании под видео. И формирую множество различных листочков. И сейчас я начинаю прямо на рабочей поверхности формировать основу из листьев, которая у нас будет держать брошь. Здесь мы не будем предварительно запекать цветы. Мы все это будем собирать сейчас в одно изделие, только соблюдать ярусы. Первый ярус у нас будет из листочков. Я беру сейчас максимально крупные листочки и укладываю их в верхней части, в нижней части. Сейчас справа-слева у нас будет большее количество листочков, слева меньшее, такая небольшая асимметрия будет. Листочки обязательно примазываю к рабочей поверхности. Первый листик нужно примазать, прокрутить стеком и примазать к рабочей поверхности. И к нему уже будет потом легче крепить все остальные листочки, потому что они уже будут со свежей пластикой скрепляться и в то же время будут зафиксированы на рабочем столе, на плитке, если кто-то работает, в общем на рабочую поверхность. И вот сейчас я формирую дугой листики. В серединке листочки у меня идут немножечко меньше по размеру, а вот в верхней и нижней части листочки покрупнее. Самые маленькие листики оставляем на потом. Мы ими будем заполнять пространство, если оно образуется между цветами и нужно будет заполнить. И сейчас будем добавлять объем уже во внутренней части подушки из листьев. Буду так ее называть. Вот видите, я листочки беру, которые чуть-чуть поменьше. И внутри добавляю им объем. Сейчас беру пастель сухую красного цвета и тонирую красной пастелью только краешки наших листиков. Для того, чтобы их немножечко оттенить, оно будет видно после запекания. И более натурально будет выглядеть. Если вы посмотрите, у морозника прям темно-бордовые листья. И с такими красными прожилочками. В общем, сейчас я укладываю листочки. Как видите, левую часть заполняю, но не так обильно и не так объемно, как правая сторона броши заполнена. Не забывайте все последующие листочки, которые вы крепите, обязательно тонировать. Ну и вот мы с вами приступили к сборке цветка. Первый цветок я собираю из тех лепестков, которые у нас поменьше. Вокруг сердцевины. Внизу она у нас пластикой закрыта. И будет легко прикрепить сейчас лепестки. Значит, выбираем три маленьких лепестка и оборачиваем их вокруг этой сердцевины. Так, чтобы лепестки были на одинаковом расстоянии друг от друга. А дальше берем три следующих лепестка и укладываем их в шахматном порядке по отношению к лепесткам первого ряда. То есть в тех промежутках, которые у вас образовались между листочками внутреннего ряда. Вот такой бутон у нас должен получиться. Мы его не раскрываем. Он у нас будет вот такой полураспущенный. Второй цветок мы собираем только пока из трех внутренних лепестков. То есть три лепестка поменьше, которые из шести сформированных, мы их выбираем и вот крепим к нашей сердцевинке, к пучку с тычинками. Опять же, смотрите, чтобы на одинаковом расстоянии друг от друга находились лепестки. И пока этот цветочек откладываем в сторону, пока мы с ним больше ничего делать не будем. Три лепестка у нас больших останется. И беру немножечко сорной пластики, такого же цвета, из которого мы лепили. Темно-фиолетовый, фиолетовый, неважно. Сейчас формирую небольшую капельку. Это будет у нас бутон. И вокруг этого бутона укладываю три лепестка. Три лепестка у меня идут против часовой стрелки, внахлёст друг на друга. И старайтесь так, чтобы внутренность бутона, то есть внутренность, которая у нас состоит из сорной пластики, она была не видна. То есть закрывать ее лепестками плотно. Дальше я вытягиваю немножечко хвостик, подрезаю, если он длинный получился. И уже размещаю в нашем будущем букете. Вниз будет у меня бутон. Вот, смотри, где-то по центру я его так размещаю. И вот сейчас приступаю к крупным лепесткам. У меня три штуки осталось. Смотрю, как выигрышно их положить в верхней части будущей брошки. И прикрепляю вот третьих лепестка максимально близко к бутону. Но при этом лепестки бутону не мешают, а бутон не мешает лепесткам. То есть разверните их так, чтобы друг на друга они сильно не накладывались, не было деформации. А вот теперь возвращаюсь к сердцевине цветка, который у нас закрыт всему тремя лепестками. Но для надежности еще капну немножко жидкой пластики внутрь цветка. Я иголочкой поддеваю в серединке, прям в пучок с тычинками засовываю иголочку и размещаю цветочек внутри нашей броши. Там, где у нас три лепестка уже были соединены. Дальше я это все подправляю, смотрю, чтобы гармонично смотрели лепесточки, чтобы они были направлены правильно. И сердцевина, конечно, никуда не съехала. Но теперь мы возвращаемся к полураскрытому бутону. Также насаживаем его на иголочку. Хвостик бутона смазываю жидкой пластикой для надежности. Приподнимаю нижний лепесток крупного цветка и загоняю туда аккуратно полураскрывшийся цветок. Он будет у нас смотреть вниз. И дальше я опять поправляю все лепестки на крупном цветке. И смотрю, чтобы ничего у нас не мешало, чтобы не деформировалось. Где-то какие-то лепестки приподнимаю, где-то какие-то опускаю. В общем, здесь сейчас поиграйтесь и посмотрите, как более выигрышно будет смотреться ваш цветочный букет. И вот где есть какие-то промежутки, я говорила об этом, мы заполняем их маленькими листочками. На иголочку насаживаем листочек и куда-то под лепесточки мы его отправляем, прикалываем там, чтобы, конечно, и проколов не было видно. И в то же время эти листочки могут, кстати, поддерживать лепестки какие-то, если вы переживаете, что они могут опасть. Обязательно тонируем новые листочки. Снимаем по диагональке лезвия, ведем и аккуратно букет с рабочей поверхности и отправляем в духовку на запекание. После запекания нам необходимо будет приклеить металлическую основу. Я это делаю на быстросохнущий клей. И здесь я решила, что я приклею две основы, чтобы брошка не переворачивалась в момент носки. Приклеила на быстросохнущий клей. Потом из пластики того же цвета, из которой мы делали листочки, формирую два прямоугольника. Можно это сделать прям по размеру металлической основы. Основы у нас приклеились. Промазываем жидкой пластикой для надежности. В принципе, всегда нужно промазывать жидкой пластикой запеченную глину и свежую, если мы их соединяем друг с другом. Накладываю прямоугольнички и закрываю металлическое основание фурнитуры. И по краю делаю имитацию шва. Это можно сделать маленьким дотсом с шариком. И все. Нам предстоит с вами еще одно запекание. Запекаем. И после обжига по желанию вы можете добавить капельки росы. И все. Ваша брошь готова. Я уверена, что каждый из вас с ней справится. Более того, я показала вам новый вариант сборки тычинок. И думаю, что для своих украшений и для новых своих изделий вы можете использовать и этот вариант сборки сердцевина цветка. И ваши цветы будут выглядеть более естественно и натурально. Если вам этот мастер-класс понравился жду от вас комментарии, лайки и пусть у вас все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!